Огромные лужи, запах сырой штукатурки, испорченные ковры и обои. Вот такой неприятный сюрприз ждал жителей дома номер 19, корпус 1 по улице Новоселов, когда вечером вторника они вернулись домой. Причиной такого глобального катаклизма стал открытый в подвале вентиль пожарного гидранта. Именно из-за этого вода под напором устремилась к верхним этажам, и вот через эти трубы, вентиль из которых давно уже были сорваны, хлынул в подъезд. С утра отключили воду. Вначале не было горячей, через час отключают холодную воду. Слышала, что-то где-то сверлили, я не поняла, что. Но в итоге через часа полтора прибежала соседка, стучит в дверь. Я открываю, вижу картина. Льется вода со стояка, который в коридоре. Это, естественно, общий стояк, то ли пожарная. Льется так, что я вытащила эти тазики и начала их сливать. Короче, больших тазов, наверное, два, маленьких периодически выносила. Антонине, можно сказать, повезло. Таким образом, ей удалось избежать попадания воды не только в свою квартиру, но и в квартиру соседей. А вот семье Давыдовых повезло меньше. Дома никого не было. На уроки позвонила мама, звонить, что тут потоп. Прихожу, прилетаю домой. В подъезде все уже льется. Захожу, там почти клодка воды. Открываю квартиру. Тут, соответственно, лужа. Все льется с потолка, с дверей, с косяков. Пострадали не только квартиры, но и подъезд. На тот момент, когда приехала наша съемочная группа, там не было света. И убирать последствия аварии, по всей видимости, сотрудники ЖЭЛ номер 17, не спешили. Мы звоним в ЖЭЛ, просим прийти хотя бы убрать. Никто. Все лестничные площадки отмывали. Мы выносили воду. В итоге ни воды, ни горячей, ни холодной. Звонили в аварийную 075, нам сказали, с вашим в ЖЭЛ не дрожим. И ЖЭЛ правоследство пришел вовремя. Минут, может, через 15. Сначала сотрудники ЖЭЛ общаться с нами отказались, но в итоге все-таки прокомментировали сложившуюся ситуацию. Кто-то открыл пожарный гидрант. Холодная вода поступила на четвертый этаж. Полилась по плещатому маршу. Что я могу еще? Ключ вот у меня только в подвал. И у некоторых жильцов. Получается, либо кто-то из жильцов проводил несанкционированные работы и перепутал в вентиле, либо это результат халатности самих сотрудников ЖЭЛ. В любом случае, непонятно, возместит ли кто-то ущерб за испорченное имущество. Хотелось бы, конечно, выяснить и привлечь к ответственности, потому что я считаю, что это все произошло по халатности. Буду искать какие-то выходы, чтобы возместить ущерб. Сотрудники ЖЭЛ номер 17, в свою очередь, посоветовали жильцам вызвать полицию, чтобы те разобрались, кто мог проникнуть в подвал, на двери которого обычно висит большой амбарный замок, и открыть пожарный гидрант. Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город».